Всем привет дорогие друзья, с вами канал Китай стал ближе и сегодня у нас очень интересная посылка, очень интересная и очень нужная в каждом хозяйстве вещь, так что оставайтесь с нами и вы увидите что же это такое. Подпишись на канал, нажми колокольчик оповещения и ты узнаешь первым о новом вышедшем видео. Нажимайте колокольчик оповещения и узнавайте о новостях первыми. Итак, приступим к вскрытию посылочки, для начала хочу оценить то, что посылочка вся раздербанная и заклеенная, то есть это похоже вскрывалось на таможне или еще что-то, вообще такое ощущение что где-то надралась, какие-то волосы и еще всякая чушь. В общем вот, посылка шла долго, я про нее вообще забыл, вот видите даже 16, 8, 5, то есть 8 месяц, 5 число, она отправлена была из Китая, это получается 4, 8 месяцев, 8 месяцев где-то она валялась и наконец-то вот она пришла. Я даже боюсь предположить где она была, то есть трек номер не отслеживался, трек номер левый, это простое отправление, простое отправление не отслеживаются, стоимость подсылки 5 долларов. Надеюсь внутри содержимое все целое, в принципе ничего ценного там нету, но хотелось бы чтобы было целое. Ну что же, давайте приступим и откроем посылочку. Кстати вот заметил, вещи приходили не вскрытые, а вот что-то приходит другое, какое-нибудь оборудование, техника обязательно скрывается, я думаю что это таможня. Ну да ладно, все, в посылке ничего нету, убираем в сторону. Давайте посмотрим, это фонарик, это фонарик, еще один, еще один китайский фонарик. Заказывал я еще до этого фонари и был у меня подарок, фонарик, вот первое есть, коцка на фонарике, вот видите ободрана красочка, ободрана красочка, но думаю ничего страшного, так вроде пока ничего нету. Значит, заказал я фонарик, потому что нравятся мне китайские фонари, во-первых очень мощные, долго работают от того, что на светодиоде, и есть такая функция приближения, удаления, то есть настройка луча. И этот фонарик еще должен быть водонепроницаемый, противоударный, должны быть тут резиночки и все остальное. Здесь кнопочка, очень большой светодиодик, очень большой светодиодик, и в комплекте еще идет вот такая вот, такая вот гильзочка, это я думаю для батареек. Сейчас давайте откроем, как она открывается, вот, открывается внешняя головка, да, вот здесь вот стоит установлена резиночка, стоит резиночка, то есть сюда хотя бы не затечет вода, это мы вынимаем. Так, здесь под три мизинчиковых батарейки вот такая вот кассета гильза, вот это переходник, я так понял, под аккумулятор, под аккумулятор можно на аккумулятор поставить, которые у меня, кстати, тоже пришли, надо распаковать. А мы сейчас попробуем пока что от мизинчиковых батареек, как все это работает. Давайте вставим, батареечки я уже подготовил, вставим батареечки и посмотрим, как все это работает или не работает вообще. Значит, вставляются три мизинчиковых батарейки вот с такой вот кассетку, заправляем кассетку вовнутрь, уже горит, и закручиваем. В принципе, устройство не хитрое, так что что-то повредить, я думаю, вряд ли кто-то мог. Значит, вставили мы три мизинчиковых батарейки, вот здесь вот есть показатели зума, то есть во сколько раз это все расширяется, увеличивается, и пробуем. Очень, обалдеть, очень ярко, даже днем, даже днем вот такой вот эффект. А вот так вот сводится луч. Так вот сводится луч. Давайте я сделаю так, я досниму видео и в конце видео покажу, как он светит на улице. То есть выйду на балкон, сейчас просто день, а я вставлю кусочек из вечера, как он вечером светит на улице. Но я вам скажу, прямо очень ярко, сейчас день, сейчас день и светит обалденно. Я в шоке, очень рад, очень рад, очень качественная, хорошая штука. Ну, естественно, пригодится на охоте, на рыбалке, в походе. Где она еще может пригодиться? Да где угодно. А если сюда еще вместо мизинчиков батареек поставить аккумулятор, то тем более его хватит еще на большее время. И такой противоударный корпус. И еще эти фонарики делаются как оружие самообороны. Вот эти вот заостренные края, это не для того, чтобы открывать пиво, а для того, чтобы держа его в руках, можно было отбиваться от кого-нибудь. Вот этим, если ударить острым краем, довольно-таки больно. Так что эти фонарики еще идут как оружие самообороны. И видел еще такой же фонарик, такой же фонарик, он еще сделан шокером. Вот это вот вообще замечательная штука. То есть сделан шокер. Вот представляете, такой фонарик еще и будет шокером. Вообще будет классно. Хочу заказать. Хочу заказать, но вот думаю, нужен ли он мне шокером, я вроде не пользуюсь. Ну так, на всякий случай. Но закажем. Но пока у нас вот такой был фонарик на распаковке. Стоит он недорого. Я, честно говоря, не буду врать, не помню сколько, поскольку заказывал я его очень давно. Сами видели посылочку. То есть прошло уже 8 месяцев. Я его заказывал, чтобы ходить зимой. С работы идешь темно. А здесь еще несколько режимов у него есть. С работы идешь темно. Три режима яркости. Смотрите, один, два, три. И мерцание. С работы идешь темно. И включить можно фонарик было, чтобы посветить. Но поскольку уже весна у нас на дворе. Уже конец апреля. И так что я думаю, что не понадобится он мне пока. Если только в походах на рыбалку. Утром рано выходишь. И то уже светло. Но все равно дома пригодится, поскольку выключают свет. В общем, такая вещь пригодится везде. Не выключайте, не выключайте. Не переходите на другое видео. Сейчас я вставлю в видео отрывок, как он работает ночью. А с вами был Владимир. И я с вами прощаюсь. И до новых встреч. Ждем новые посылочки. Всем пока. И так, вот и наступил вечер. И теперь давайте проверим, как работает фонарик. Фонарик работает отлично. Это расстояние четвертого этажа. Это расстояние почти две пятиэтажки. То есть, видите, освещает здание на расстояние от двух пятиэтаж. Еще сейчас не так темно. То есть, фонарик отличный. Плохо фокусируется камера в темноте. Но все равно видно, что фонарик светит хорошо.